Всем привет, с вами Давилович. Сегодня поговорим про утилиту AIDA64, а также про ее обновление до версии 7.0. Не так давно я, да и вы тоже заметили, что тесты AIDA64 после какого-то обновления Windows перестали запускаться. Соответственно, мы не можем посмотреть, как ведет себя SSD по мере непрерывного заполнения, не считая теста реальной записи. И чего я только не пробовал, разные процессы отключал, обновляться, откатывать обновления не очень хотелось. Пробовал, пробовал, ни к чему это не привело. Ну и вчера я решился на переустановку операционной системы на моей платформе Intel. Но, соответственно, AMD-шечка-то у меня работала, и, соответственно, там можно было провести все тесты, а также обновиться до 7-й версии. Потому что на материнских платах от Asus, на топовых материнских платах, не знаю, как на бюджетных, через утилиту Armory Crate вы всегда можете скачать бесплатно, причем бессрочную версию AIDA64, которая, кстати, стоит 60 баксов. Немало, правда? А здесь покупаешь материнскую плату, и еще бонусом вот тебе, пожалуйста, пользуйся их ПО. И это круто. Поэтому, пока я начал переустанавливать все на платформе Intel, подключил AMD-шечку и начал делать тесты. Первый тест уже был с, так сказать, исправленной AIDA, ну как с исправленной? DLL-ка, которая отвечает за тест диска, где мы запускаем линейную запись, я давным-давно уже поставил от версии 3.2, от старой AIDA. И именно в этом случае тест показывает то, что мы видим с вами на реальной записи. Соответственно, потом я беру другую портативную версию, но уже запускаю, то есть тот тест диска, который стоит там. И что мы с вами видим? У нас абсолютно другой график, непрерывная прямая, вы посмотрите, как великолепно ведет себя SSD. Но при этом заполнение происходит в три раза дольше, по сравнению с предыдущим тестом. Как так? Видимо, дело как раз в этом, что есть какие-то паузы, и SLC Cache просто не успевает опустошиться. Что ж, ну ладно, думаю, фиг с ним. Наверное, в седьмой версии все исправили, через Armoury Crate обновляю ПО до седьмой версии. И что мы с вами видим? А ничего не поменялось. В принципе, все тот же график, в принципе, все те же результаты. Что ж, ну думаю, ладно, наверное, это AMD. Но DLL-очку от версии 3.2 все-таки я припрятал, все-таки я отложил, чтобы потом, если что использовать, обновил Windows на своей платформе Intel. Все великолепно, свеженькое, быстрое. Ну а так как версию 6 в Armoury Crate уже нельзя установить, а только седьмую, ставлю седьмую версию, запускаю тест, жду. И что вы видите? То же самое, что было и на платформе AMD. Все те же самые, грубо говоря, полчаса. И я такой, надо что-то делать. Уж я не знаю, какие тесты там выполняет AIDA64, но, блин, ну результат-то совсем другой. В корне отличается от теста реальной записи. Ну и, соответственно, что? Правильно, берем DLL-ку от версии 3.2, заменяем ее в папочке AIDA64, запускаем тест. И вот теперь-то картина та, которая и должна быть. Но для подтверждения давайте сделаем тест реальной записи. Ну а сейчас давайте проведем тест реальной записи на SSD Samsung 970 EVO+, и убедимся, какой же график в итоге верный в AIDA64, где мы увидим данные, которые соответствуют тесту реальной записи. Итак, на самом старте 3 гигабайта в секунду, и где-то вот сейчас у нас скорость должна упасть. Да, 25 гигабайт SLC Cache, потом скорость снижается. И я так понимаю, на этой отметке будет держаться до победного конца. Но давайте дождемся заполнения нашего SSD на 400 гигабайт. Первая, вторая, третья. Ну и на записи 4 папки ничего нового не происходит. После снижения скорости реальной записи, после заполнения SLC Cache, она так и держится на отметке 850 мегабайт в секунду. Ну и как вы могли увидеть, новая AIDA64 точно так же показывает на тестах линейной записи какую-то хрень. Может быть, это как-то работает с какими-то другими контроллерами, но с основными там всегда будет вот такая вот непонятная белиберда. На примере моего подопытного Samsung 970 EVO+, SLC Cache просто не успевает очищаться и все идет на максимальной скорости. Но при этом в три раза дольше. Как так, а вот так. Поэтому берем AIDA64, неважно какую версию. Если вы хотите получить реальные показатели, которые будут у вас на тестах реальной записи, меняем библиотеку Disk Benchmark с расширением DLL на ту, что от версии 3.2 и получаем то, что действительно должно было получиться. Так что по итогу снова тесты AIDA64 возвращаются на мои обзоры на чистой свеженькой винде, обновленной, кстати. И обновление как будто бы здесь ни к чему не привело, ни к каким посредствиям. Но теперь все будет нормально. У меня же на этом все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока.